Добрый вечер! В эфире новости 24 в студии Махач Курбанов. Коротко о главных событиях этого выпуска. Общереспубликанский Ифтар собрал более 800 человек. Уступи дорогу помощи. В Махачкале прошло рейдовое мероприятие по проверке автовладельцев на пропуск спецтранспорта. Закят ульфитр. Обязательное милость и не разговение. Все мусульмане спешат исполнить выплату. О том, как и где совершить одну из основных обязанностей этого месяца, сегодня в выпуске. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов выступил с инициативой воплощение коллективного Ифтара, на котором звучали слова благодарности, поздравления с благословенным месяцем Рамадан и всеобщее разговение после захода солнца. Подробнее расскажет Ларьяна Шамхалаева. Среди приглашенных гостей коллективного Ифтара видны и политические деятели, представители духовенства, главы муниципальных образований, имамы городов и районов Дагестана, общественники и спортсмены. Общереспубликанский Ифтар собрал порядка 800 человек. Инициатором коллективного Ифтара стал глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Много невежества в нашей жизни, в нашем создании, в наших поступках. И нам дается шанс Аллахом для того, чтобы очиститься от этого невежества. И чем больше вы очищаете от невежества, тем лучше становится жизнь в Дагестане. Признательность главе региона за тёплые слова в адрес мусульман и внимание выразил муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди. Он закрепил встречу и коллективный Ифтар молитвой во имя благополучия мусульман. Да сделает Аллах сегодняшний наш Ифтар таким благодатным адресом, после которого все многократно увеличенными силами и ответственностью станут ещё больше работать на благо нашего народа и Отечества. Амин. В непринуждённой атмосфере верующие имели возможность пообщаться друг с другом, обсудить вопросы, касающиеся мусульман Дагестана. Мероприятие сопровождалось демонстрацией медиароликов, чтением нашидов и мавлидов. Со своей стороны заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Ильяс Умаханов поздравил присутствующих с благословенным месяцем Рамадан, поблагодарив организаторов Ифтара. Сегодня собрались и главы администрации, и имамы, и алимы, собрались и учёные, и журналисты, и общественные деятели, депутаты. Это является с одной стороны проявлением уважения к великим исламским ценностям, а с другой стороны подтверждением единства и сплочённости народов Дагестана, единства и сплочённости власти и верующих, единства и сплочённости власти и духовного управления мусульман нашей республики. Мероприятие призвано сблизить общество, а также поспособствовать объединению и укреплению узбратства и взаимопонимания между структурами государственных, общественных, религиозных организаций. Это ещё один показатель, и перед самим собою, и перед всевышлением, чтобы вы все, вы все заняты одним делом. Мы обслуживаем Дагестанцию, мы оказываем услуги Дагестанцию. И от того, как будут жить на дистанции, в Агроку, это кажется нашей работой. И влечение и районов, и правительства, и Павла Украина, и все. Несомненно, подобные мероприятия в месяц Рамадан являются ещё одним фактором сближения, взаимодействия, тесного сотрудничества представителей власти и духовенства. Этот курс поддерживается главой, и сегодня он наглядно это ещё раз доказал, и выступил, замечательно выступили сегодня. И поэтому мы очень надеемся, что подобные мероприятия будут иметь ещё продолжение. В Дербенте найдено тело третьего утонувшего мальчика. Изначально сообщалось о двух подростках, пропавших 20 июня в акватории Дербентского побережья. Затем поступила информация, что троих подростков унесло в море во время купания. Тело одного из них было найдено на берегу. В поисках пропавших принимали участие более 180 человек. К поисково-спасательной операции подключены 32 сотрудника экстренных служб и 10 единиц техники, в том числе 4 плавательных средства, гидроцикл и 5 транспортных средств. Месяц Рамадан приближается к концу, и мусульмане спешат выплатить обязательную милость и неразговение Закят-Уль-Фитр. Во многих мечетях Махачкалу уже открылись места продажи и приёма пшеницы, где верующие уже заранее могут произвести обязательную выплату. Абдул Алиев продолжит. Закят-Уль-Фитр – обязательная выплата с посещающегося месяц Рамадан. Лучшее её время приходится с наступления последнего разговения до праздничного намаза. Но это довольно-таки короткий промежуток, в который, если мы не успеем выплатить Закят, то можем попасть в грех. Поэтому, чтобы не рисковать, у нас есть право выплатить Закят-Уль-Фитр в течение всего месяца. Как и каждый год, почти во всех мечетях города Махачкалы организованы места продажи и приёма зерна для выплаты Закят-Уль-Фитра. В этом году для всеобщего удобства пшеница уже заранее взвешена и упакована. Остается лишь приобрести её и отдать кому полагается. Специальные пакеты закрыли её, чтобы она не сипалась, чтобы она не пропадала, этот сах, который снятый. И здесь покупают люди, один сах стоимость саха 50 рублей, они здесь покупают. И рядом же стоит камаз, который принимают, то есть медресе, которые обучаются в этой медресе, они принимают. С любыми вопросами по Закят-Уль-Фитру мы можем обратиться прямо на месте продажи и приёма пшеницы к компетентным людям, которые с радостью на них ответят. Здесь также помогут прочитать намерения на Закят и проконсультируют, как правильно это сделать. У нас Дагестан многонациональный регион, и всех поместить в одно такое маленькое это невозможно. Ну, есть основное на русском языке, вот понятном языке есть. Можете привести пример на русском языке? На русском языке я сделал намерение выплатить обязательный Закят-Уль-Фитр за себя, если же я за себя делаю. И если вот сегодня делаем, пока не наступило обязательное время выплаты Заката, то мы говорим, я намереваюсь снять, выплатить обязательный Закят-Уль-Фитр за себя преждевременно ради Аллаха. Выплата Закят-Уль-Фитра имеет особый смысл. Это не только оказание внимания нуждающимся людям, но и возможность возместить все упущения, случившиеся в этот священный месяц. Учитель имама Шафи'а, ради Аллаху, говорит, что Закат-Уль-Фитр подобен Саджету-Сахве, сужде, который совершается по причине оплочности в конце намаза. Как эта сужда возмещает оплочности в намазе, так же этот Закат возмещает оплочности, недостатки, которые мы появляли в месяц Рамазан. В хадисе посланника Аллаха, алейхи салату вассалам, говорится, «Саму Рамадана муалакум байна сама и вал арзи, вала юрфау, илля биз закат». То, что пост месяца Рамазана он висит между небом и землей и не поднимется к Аллаху, кроме как выплатив этот Закат. Выплачивая Закат-Уль-Фитр следует только мусульманам из определенной категории людей, упомянутых Аллахом в священном Коране. Всего их насчитывается восемь, и это не только нуждающиеся люди. Первое, что священник перечисляет, это факиры и мискины. Второе, те, кто занимаются распределением Заката. Третье, те, кто недавно приняли Ислам. Затем идут те, которые попали в банкротство, то есть должнику, который не может выплатить свой долг. Ему тоже полагается Закат. Вафи Сабили-Ллях – это те люди, которые вышли на путь Аллаха, сражаются с этим муджахидой. Вафи Сабили – это путник, который находится в сафари, где-то далеко, и нет у него средств вернуться к себе домой. Поэтому человеку тоже выплачивается Закат. Горожане заранее стекаются в места продажи и приема пшеницы. Многие решают не рисковать и не откладывать выплату обязательного Заката, заблаговременно сняв с себя этот долг. Чувство облегчения, как будто это долг. Все равно это долг каждого мусульманина. Как бывает, когда человек долг не отдает кому-то? Это то же самое. По словам ученых Богослова Закат Ульфитр необходимо выплатить до праздничного намаза. Не разрешается откладывать его выплату на более поздний срок. Места продажи пшеницы и приема обязательной выплаты будут работать с утра и до вечера, вплоть до наступления праздничного дня. По требованиям закона пожарные должны прибыть на место возгорания в течение 10 минут. Однако из-за чрезмерной загруженности городских дорог, особенно в час пик, и некорректного поведения водителей, спасатели теряют драгоценное время. В связи с этим на центральных улицах Махачкалы состоялся совместный рейд МЧС и ГИБДД «Уступи дорогу помощи». Мероприятие направлено на выявление автовладельцев, которые не спешат уступать дорогу автомобилям экстренного реагирования. С места события расскажет Алина Хасанбекова. Автомобиль пожарной охраны, с включенными специализированными сигналами, отправился по маршруту, в который вошли улицы города с интенсивным движением машин. Следом за пожарными ехал автомобиль ГИБДД. По словам сотрудников МЧС, когда они действительно спешат на помощь, проблем на дороге бывает гораздо больше, чем наблюдалось во время проведения рейда. Операция «Уступить дорогу помощи» длилась более двух часов. Преследование на пожар каждая секунда дорога. Любые помехи, которые препятствуют производству техники на дороге, могут привести к жертвам на пожаре. В сегодняшнем мероприятии совместно с ГИБДД показалось, что наши водители с каждым разом все более и более ответственно относятся к пропуску спецтехники на дороге. В ходе рейда было остановлено только три автовладельца. По словам сотрудников ГИБДД, за это нарушение предусмотрено лишение прав на один месяц и штраф в размере 500 рублей. В госавтоинспекции планируется регулярное проведение таких мероприятий, чтобы напоминать водителям о том, что непредоставление преимущества автомобилям экстренных служб может обернуться потерей драгоценного времени, которого может не хватить для спасения чьей-то жизни. Благодаря ответственному отношению водителей к пропуску спецтранспорта, реагирование пожарной охраны на любой вид чрезвычайной ситуации займет меньше времени, чем позволит избежать жертв. Организаторы рейда надеются, что автовладельцу будут более благоразумны и задумываются не только о своем удобстве, но и безопасности окружающих, пока еще не слишком поздно. Ведь может случиться так, что помощь направляется именно к ним. Алина Хасамбекова, Асия Агиллахмедова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Ну и напоследок, как обычно, курс валюты на завтра. Доллар 59 рублей 65 копеек, евро 66 рублей 67 копеек. На этом у нас все. Оставайтесь с нами. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»!